Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я буду дегустировать засолочные сорта томатов и расскажу вам, почему сейчас важно посмотреть их в январе. Потому что январь это как раз то самое время, когда мы уже подбираем новые сорта томатов для посева 2019 года, вот как в этом году. И нам очень важно посмотреть, какие сорта прошлогодние, которые мы солили, показали себя хорошо в консервации, а какие не очень. Когда я снимала видео на тему, какие томаты выбрать для цельноплодного консервирования, я вам указала на те характеристики, которые мы должны подбирать для засолочных сортов. То есть, должна быть плотная мякоть у томата, должна быть плотная шкурка у томата и должно быть повышенное содержание сухих веществ в томатах, чтобы он не вытекал. Потому что мы зачастую наблюдаем такую картину, когда начинаем доставать вот из банки томаты, вот я сейчас открыла, мы начинаем их доставать. И если сорт не очень пригоден для консервации, то он вытекает, не держит форму. А нам важно, чтобы томат, который мы извлекаем из баночки, был полностью целый. Тут еще про шкурку говорили. Одна зрительница говорит, я не могу много лет подобрать томат для консервирования цельноплодного, что лупается шкурка. Но вот сорта идеальные для консервирования, их заслуга в том, что даже если лопнет шкурка, вот эта плотная мякоть и повышенное содержание сухих веществ, оно должно и без шкурки плод удерживать, то есть он не вытекает. И вот эту картину, когда достаем томат из него все течет, мы не должны видеть. Вот он консервированный томат, он должен быть весь целый, почти такой же, как был летом на кустах. Я специально тут порезала, но я сейчас при вас еще порежу. Проводя дегустацию вот этих засолочных сортов, мы должны обязательно посмотреть. Вот смотрите, вот достала я казанова. И когда томат уже пролежит сколько там, ну 4-5 месяцев, когда мы его разрезаем, он не должен вытекать. Она должна быть, томат наполненный внутри, вот у меня очарование. Видите, я разрезаю, он должен быть без пустот, вот эта мякоть должна заполнять все внутреннее пространство. Видите, она шкурка плотная, держит. Но вот такой томат, если даже шкурка лопнет, вот где-то у меня тут, я один находила, а вот, видите, она шкурка лопнула, и если мы уберем эту шкурку, форма томата не меняется, видите, он даже без шкурки, вот из-за чего он такой, что даже шкурка его, только из-за того, что у него повышенное содержание сухих веществ, и у него плотная вот эта мякоть. Тут даже не в шкурке дело, он может и голышом пролежать в растворе. Все, он не течет, он не мнется, он не теряет своей формы. Вот это я вам показала, вот это очарование, прекрасно держит себя в консервации, видите, как держит хорошо форму. Вот Казанова, у него тоже из-за того, что видите, шкура какая наиплотнейшая, поэтому я сказала, что он для сока плохо подходит, вот шкурка даже рвется с трудом, но и порвав шкурку и очистив его полностью, мы видим, что форма держится, он не вытекает. Вообще, если консервированный салат вы не можете вот так ножом разрезать, он у вас давится и течет, значит, этот сорт не для консервации, значит, он плохо подходит. Вот сорт Мисс Америка, вот он, сейчас покажу вам, вот он лежит под очарованием, он такой же размер, просто красный, это желтый, это красный, вот они все одинаковые стандартные формы, это идеально, вот очарование Мисс Америка, они прям созданы для консервирования, они оба одинаковые формы, и что самое главное, плоды на кусте, они все почти одинакового веса размера, они идут как штампованные стандартные, вот я тоже сняла с нее шкурочку, видите, оголила, она не вытекает, она вот как была кусочком, так и осталась кусочком. Дегустацию прекрасно прошли сорт очарования, сорт Мисс Америка, сорт Казанова, и вот здесь у меня еще, там с русскими колоколами, какие-то мелкие, я даже не знаю, то ли там гном, то ли что, а вот у русских колоколов тоже такая плотная шкурочка, что даже не режется, ай, сейчас попробую, тоже видите, шкурка снимается, так, ой, ну очень плотная шкурка, но вы видите, все равно, но плод не разваливается, он внутри наполненный, мякоти много, она плотная, вот эти три сорта, я могу вам смело рекомендовать, проверено на себе, желтые очарования, оранжевые русские колокола, красный Казанова, четыре сорта, и красный Мисс Америка, дегустацию прошли на пятерку, но дегустация, вы поймите, что, я вот сейчас сразу объясню, дегустация, это не значит проверка вкусовых качеств, вкусовые качества, мы можем сами придать, они могут быть и сладкие, они могут быть и и кислые, вот эти у меня десертные, очень вкусный рецепт, но эти с добавлением уксуса я делаю, вот эти четыре сорта, дегустация, это именно, я проверяю, как они через несколько месяцев хранения, вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, уже почти полгода они пролежали, какие-то я в августе, какие-то в сентябре делала, не растекаются, держат форму, даже после удаления, вот этой кожицы, они все равно, не делаются бесформенные, рекомендую вам, вот эти все сорта, для цельноплодного консервирования, ведут себя в банке идеально, и еще они такие красивые, они так же, а приятности, они так же, они так же, и, и, Продолжение следует...